События развиваются настолько стремительно, что наши обзоры не успевают за тем, как меняется реальность на улице России и в Башкирии, конкретно здесь у нас в Уфе. Еще вчера я конспектировал оперативку правительства и не знал, что уже сегодня будет введено вот это вот особое положение в смысле абсолютного и полного самоизолирования граждан в Уфе. Непонятно, чем это вообще закончится и во что это все выльется, но тем не менее попытаемся структурировать, упорядочить нашу жизнь и, как обычно, проанализируем то, что случилось на оперативке вчера в Белом доме. Оперативное совещание Хабиров началось с длинного, достаточно жесткого, агрессивного вступления. Собственно, он сообщил, что 50% сотрудников Белого дома не работают и отправлены в самоизоляцию. Судя по всему, речь идет о каких-то технических сотрудниках и большому начальству сейчас будет очень нелегко, потому что кто же будет за ними убирать, подметать и разносить бумаги, совершенно непонятно, неужели сами. Хабиров опрометчиво вчера сказал, что потерпеть осталось всего 7 дней этого режима. Он говорил о добровольной изоляции граждан и отдыхе, который объявил Путин. На самом деле, как показала практика, уже на следующий день стало ясно, что это вовсе не 7 дней, а неопределенно долго и вообще неопределенно жестко. Также Хабиров сообщил нам, что он останавливает деятельность торговых центров, всевозможных магазинов непродуктовой направленности и не нацеленных на реализацию и удовлетворение продуктов первой необходимости. Ну, в общем, это все мы уже слышали. Также Хабиров отдельно остановился на том, что он запрещает работу фудкортов в торговых центрах, хотя до недавнего времени это было разрешено, что, собственно, можно расценивать как очевидное безумие, потому что, ну уж на фудкортах точно люди взаимодействуют и, конечно же, заражают друг друга. Далее Хабиров впустился в такие достаточно резкие лирические отступления и процитирую его. Если что-то нас и погубит, усомнился в смертельности коронавируса Хабиров, так это негодяйство, безалаберное поведение людей. Люди утаивают то, что они были за рубежом. Речь тут идет о том, что в Сибае был обнаружен торговец мясом, который накануне приехал из-за границы, который очевидно, что мог заразить людей на рынке. А также вот эта история в Куюргазинском районе, где в сельсовете Ермолаевском выяснилось, что председатель сельсовета вместе со своей женой накануне вернулись из Доминиканы и никому об этом не рассказали. Вышли на работу, а жена еще и медик, и ужас, ужас. Вот это особенно торкнуло дорогого Радия Фаритовича, и он разразился длиннейшей тирадой на тему, что этот негодяй должен быть наказан, уволен, нам с ним не по пути и так далее. Он дал указание Юлаю Талховичу, руководителю Куюргазинского района, разобраться и всячески покарать этого негодяя, на самом деле забывая о том, что председатель сельсовета и вообще любого совета – это лицо выборное. И, собственно, никакой Хабиров и никакой Юлай Талхович не может избранного руководителя сместить с места. В общем, вот в этом, конечно, такая глубокая, на самом деле, сущность российской власти, когда вот этот вот губернатор начинает из своего кабинета увольнять избранных депутатов. Вот этого Хабиров, видимо, уже совершенно понять не может, как так, чтобы его власти не хватало. Но на самом деле председатель Ермолаевского сельского совета может достаточно легко и просто наплевать и на Хабирова, и на Юлая Талховича, тем более. И, собственно, он не обязан уходить с работы, его народ избрал, в отличие от Юлая Талховича и, значит, собственно, наверное, по сути самого Хабирова. При этом Хабиров, взывая к тому, чтобы было там все по-честному, для всех все было одинаково, и вот эти вот негодяи должны-должны, он совершенно спокойно смотрит в зал заседаний, в котором сидит, например, госпожа Эдгисамова, министр финансов, которая тоже недавно приехала из-за границы. Она сидит прямо напротив него на этом совещании, и он не кричит, что Юлай Талхович уберите отсюда, Эдгисамову или кто там должен убрать ее. То есть вот эти двойные стандарты нам демонстрируются просто онлайн. Ну, мы помним, да, что Мустафин не так давно прибыл, значит, из Израиля и тоже уже трудится на всю мэрию и так далее, и так далее, куча. Или, например, вот этот Аминиев в Архангельском районе, да, который со своей женой прибыл из Вьетнама, и которого даже Хабиров упомянул, что он должен прибыть, там, т.д. Так он же на работе. Ради Фаидовича. Пошлите, пожалуйста, вот этого вашего смертоносного Юлая Талховича в Минфин, в мэрию Уфы и заодно в Архангельский район. Может быть, Юлай Талхович сможет там всех повольнять. Ну, в общем, конечно, бред полнейший. Далее Хабиров перешел к рекомендациям, которые пришли ему в голову. В частности, он придумал больше не пожимать рук, посоветовал этого не делать вообще в правительстве и, видимо, жителям республики. Ну, естественно, в связи с коронавирусной инфекцией. Также он сообщил вскользь, что оказывается все-таки члены правительства прошли тестирование на COVID-19. Видимо, Забелин изыскал в резервах Министерства здравоохранения для этих 50 или более здоровых мужчин и женщин тесты. Видимо, в ущерб реально заболевшим жителям республики. Ну, в общем, Хабиров проверил свое правительство на всякий случай. Сам он отчаянно кашлял всю оперативку, но при этом, видимо, COVID-19 их пока еще не берет. Далее перешли к кадровым перестановкам в правительстве. Несмотря на бушующий вокруг коронавирус, кадры у нас все еще переставляются и меняются местами. Так вот, я, в общем-то, отпраздную победу своих предсказаний. Действительно, место Мухаммедьянова занял Марзаев Алан Викторович, ставленник Хабирова и член вот этой Красногорско-подмосковной команды. Марзаев Алан Викторович уже был в зале заседания, сидел, значит, немножко сзади. Ему даже немножко дали что-то поговорить в конце оперативки. В общем, это новый председатель комитета по транспорту и дорожному строительству в Республике Башкортостан. Алан Викторович Марзаев. Фигура достаточно загадочная и непонятная, но постепенно будем его расшифровывать. Посмотрим, как он будет справляться с ямами, как он будет справляться с дорожным строительством, а самое главное, как он будет справляться с этим гигантским чудовищным бюджетом, который заботливые руки Хабирова передали ему, как говорится, в управление. Посмотрим, как там пойдут дальше дела. Первым вопросом оперативки был вопрос о положении с коронавирусом. И несмотря на то, что правительство всячески пытается разбить тематически вот эти совещания, значит, там, на понедельник, четверг, тут про хозяйство, тут про экономику, тут про коронавирус, все равно получается все время про коронавирус. Так вот, естественно, первый доклад был, доклад представителя Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Жеребцова Александра Сергеевича, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ. Кстати говоря, совершенно непонятно, почему на оперативках правительства всегда выступает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, а самого руководителя мы так ни разу не видели. Загадочная история. Ну, в общем, она так же загадочна, как, например, то, что госсобрание в правительстве представляет не Толкачев, а вот этот вот Рустам Ишмухаметов. Ну, тут, видимо, что-то личное. Так ладно. Что нам рассказал представитель Роспотребнадзора? На самом деле он нам не рассказал практически ничего. Потому что вообще вся оперативка была вот такое ощущение, что ужасно вторичной. Потому что нечего было сказать вот этим вот начальникам. Они все это сказали уже на прошлой неделе. Лучшего и большего у них сделать не получилось. И, соответственно, они были вынуждены повторяться. Господин Жеребцов рассказал нам о том, что продолжаются контрольные действия в отношении предприятий, которым предписано закрыться. Там есть самые нерадивые города и регионы. Вот самыми городами-нарушителями он назвал Кумертау и Нефтекамск, где максимально большое нарушение вот этих вот предписаний по закрытию предприятий. Ну, это, собственно, наверное, и стоило ожидать. Потому что мы же знаем, кто теперь мэр Нефтекамска или кто был, например, мэром Кумертау совсем недавно. Ну, в общем, совершенно закономерные вещи. И представитель Роспотребнадзора нам ничего нового не рассказал. Вторым выступающим на оперативке был Максим Васильевич Забелин, министр здравоохранения, который тоже, собственно, не особенно много нового сообщил и, по сути, пересказал нам прошлое свое выступление. В частности, он сообщил, что в Башкирии мобилизовано 1348 коек инфекционного профиля. И еще перепрофилируется 1287, и всего у него будет 2635 коек для потенциально болеющих коронавирусов. На злобу дня Максим Васильевич сообщил нам, что в аптеке поступили 51 800 масок. Ну, вернее, он сказал так очень интересно, они имеются в аптеках. Ну, вот продаются ли они, непонятно. А также в аптеках имеется 34 800 штук антисептиков. Что такое штук, непонятно. Это какие емкости? Литровые, 30 миллилитров, 100, 200, непонятно. Он упомянул какие-то мифологические склады, где содержится еще 268 тысяч масок и 15 тысяч антисептиков. В общем, вот эта информация очень сильно противоречила тому, что впоследствии сказал Шильдяев. Но вообще, конечно, противоречий на этой оперативке было очень много. Хабиров на самом деле прокомментировал выступление Забелина более тревожно и более настороженно. В частности, сказал Хабиров, что медицину надо настраивать на массовую заболеваемость. Нужно позаботиться о врачах и их готовности и собирать бригады медиков-студентов. Как вырос Хабиров, нужно готовиться к негативному сценарию. То есть Хабиров на самом деле настроен более негативно и более панически, чем его подчиненные. Подчиненные вообще расслаблены. Они там то масочками поторгуют, то антисептиками, то, значит, какие-нибудь начнут халаты шить по несусветным ценам. Ну, в общем, развлекаются как могут, а вот дорогой Радий Фаритович, в общем-то, беспокоится за нацию. Далее последовал, на мой взгляд, самый скандальный и самый безобразный доклад. И доклад этот делал Ленара Хакимовна Иванова, которая отвечает за вот эти все социально-сервисные моменты в вопросе с коронавирусом. Ее доклад назывался «О работе выездных бригад по осуществлению поквартирного обхода граждан, находящихся на самоизоляции по прибытии из-за рубежа». Вот так вот, значит, длинно назывался доклад Ивановой. Так что же нам поведала вот эта вот любительница бесплатных бассейнов и парикмахеров? Собственно, она ничего нового нам не сообщила. Она сообщила, что у нее там вот эти 216 ее мобильных бригад, 783 человека. В картинке она, кстати говоря, показывала все те же самые, что и на прошлом докладе. Ну а что там заморачиваться? Уже же смонтировали. Значит, дальше пошла путаница. И Ленара Хакимовна начала называть цифры, которые кардинальным образом расходятся с ее же цифрами на предыдущих докладах. Теперь у нее, оказывается, прибыло всего 9346 человек из-за рубежа. Хотя раньше назывались цифры и 17, и 20 тысяч человек. А проверила она 8 648. 92% соблюдают режим, 43% человек нарушают режим всего 2,5% человек, как она утверждает. Хотя, по сути, на самом деле, нарушают практически все. Ну и истек срок карантина у 795 ее подопечных. Вы спросите, куда делись еще 45%, если сложите вот эти вот все цифры. Ну тут Ленара Хакимовна утверждает, что не проживают по адресу прописки 29% из тех, кого она должна была изловить. И еще 16% не находились дома, как сказала Ленара Хакимовна. А вот это не находились дома, это разве не нарушение карантина? Ленара Хакимовна, сделайте уже операцию по пересадке мозга, потому что нельзя нас такой туфтой вообще без конца подчивать. Ну ладно. Далее Ленара Хакимовна как раз про головы и заговорила. Дословно цитирую нашего вице-премьера. Надо вбить всем в голову, что вариантов помощи только четыре. Волонтеры Единой России, волонтеры Министерства труда и социальной защиты, родственники и соседи. Конец цитаты. Ленара Хакимовна, я не знаю, каким образом и кому вы что собираетесь вбивать в голову, но, по-моему, вас кто-то там укусил в этом правительстве. Вот этим вот вирус жестокости и неизбежности и необходимости наказания для всех, в конце концов, видимо, поселился в организме Ленара Хакимовна Иванова. И вот она уже начинает людям вбивать что-то в голову. Вообще опасная тенденция. Но особенно, конечно, рассмешили волонтеры Единой России, потому что, ну, конечно же, как вот сказала Ленара Хакимовна, это все средства от того, чтобы избежать мошенничества и жуликов. Вот это вот, ну, непосредственные четыре только источника блага для сидящих дома. Так вот, ну, конечно же, партия жуликов и воров – это лучшее средство от мошенников и жуликов. Ну, в общем, Ленара Хакимовна одновременно и повеселила и очень сильно разозлила, если честно, вот этой своей абсолютной тупизной, которая, ну, в экстренной ситуации, видимо, рванула наружу из нашего вице-премьера. А дальше случилось странное. Ну, это странное у нас, как обычно, еще и закономерное. Иванова заявила, что в магазинах повысился спрос на алкоголь и необходимо обратить внимание на безопасность и здоровье людей. Окей, вот Ленара Хакимовна обратилась к Хабирову, чтобы он, значит, обратил на это внимание. Ну, во-первых, Ленара Хакимовна, вам сразу ответ на этот вопрос и помощь нашему дорогому руководителю. Ваше правительство устроило в республике все так, что в республике невозможно купить ни антисептики, ни маски, ни какие-то медицинские дезинфицирующие средства, и люди действительно покупают дешевую водку, чтобы протирать ей руки. Вот это я заявляю авторитетно, и это действительно так. Очень многие мои знакомые, и я тоже, приобрел вот эту бутылку какой-то там, не пойми, шайтаночки беленькой, ну, вот этого вот баш-спирта, которая вот как раз-таки очень хорошо подходит для того, чтобы ей протирать поверхности руки. То есть я ни с кому не рекомендую употреблять эти напитки в качестве напитков и так далее, потому что это в прямом и переносном смысле опасно для здоровья. Но руки протирать самое то. Так вот, Ленара Хакимовна, вы создали, вы как член правительства создали ситуацию, когда в республике нет дезинфицирующих средств, и вы еще упрекаете людей за то, что они вынуждены покупать вот этот вот, значит, этот шмурдяк в магазинах, чтобы протирать руки. Нет. Вот тут я с вами не согласен. Ну, в общем, Хабиров, надо сказать, среагировал, естественно, мгновенно. Он же у нас большой любитель с чем-нибудь побороться. И вот дословно, что он сказал. «Если мы будем фиксировать рост насилия, жертв и правонарушений, я не остановлюсь перед введением сухого закона». Конец цитаты. Ну, кто бы сомневался. Значит, дорогой Ради Фаритович не остановится ни перед каким насилием над гражданами. Это его любимое занятие. Вот это какое-то наше государственное садомаза, оно уже вот, ну, практически вот уже выскочило наружу и в каждом докладе, значит, присутствует. То есть, ну, в общем, Хабиров пригрозил нам всем сухим законом. Четвертым выступающим на оперативке был господин Касьянов, председатель или там секретарь межведомственного совета общественной безопасности республики Башкортостан. И он нам сообщил, в общем-то, ничего нового. Он сказал о том, что 20 тысяч предприятий было проверено и только 178 нарушений выявлено. В общем, все там достаточно хорошо, все послушались, все, значит, закрылись, бла-бла-бла. Ну, ничего абсолютно нового Касьянов не рассказал. Ну, собственно, он даже оговорился о том, что ему нечего сказать. Но интересно замечание Хабирова к его докладу. Значит, Хабиров поручил тщательно фиксировать уровень правонарушений. Ну, то есть, вот, видимо, на волне вот этого вот подсказки Ивановой о том, что надо прекратить продавать водку. Процитирую Хабирова. Фактов массовых беспорядков мы не допустим. Возможно, надо усилить патрулирование. Ну, вот эта вот апокалиптичность в настроении Хабирова и боязнь массовых беспорядков, она, конечно, наследственная. То есть, ее передал Хабирову Путин. То есть, это тот самый страх и ужас российской власти. Страх того, что они не доживут до естественной кончины, а какие-то страшные, ужасные жители России или республики, значит, восстанут и сметут их и поуничтожают. Ну, это нормальный страх каждого диктатора. Хабирову он передался, ну, как бы, так сказать, родственным образом от Путина, потому что он плоти от плоти путинская власть. Ну, соответственно, как бы, ну, вот, и Хабирова тоже беспокоит любые проявления массовых беспорядков, несмотря на то, что все они категорически запрещены. Далее последовал доклад председателя Комитета по торговле и защите прав потребителей Гусева Алексея Николаевича о продовольственной безопасности в республике в этот трудный момент. Гусев рассказал нам, что он мониторит 52 товарные позиции, что рост цен наблюдается по сахару, муке, имбирю и лимонам. Ну, да, про имбирь-то много на этой неделе говорили, там, что, до 5000 за килограмм. Ну, народ поверил, видимо, что имбирь – это некая панацея от всех бед. Гусев сообщил нам, что запасы в Башкирии увеличились. На прошлой неделе он сообщал нам, что запасов продуктов в Башкирии на 32 дня, теперь их стало на 45. Ну, при рекомендованных 60 днях запасов вообще было бы неплохо понять, кто же этот такой благотворитель или, там, не знаю, меценат, который взял и закупил, там, собственно, на целые две недели запасов провианта для целой республики. Ну, вот Гусев, тем не менее, отчитался. На самом деле, отчитываться можно о чем угодно, потому что все равно потом отвечать не придется, потому что, если уж восстанут революционные матросы и крестьяне, то Гусева никто не будет спрашивать, 32 дня у него было запасов или 45, а, вероятнее всего, потащат к ближайшему фонарному столбу. Торговые сети отмечают спад спроса, сообщил нам Гусев. Это объяснимо, деньги кончились у людей. Дело не в том, что они перестали есть или перестали беспокоиться о том, сколько гречки у них в кладовке, но на самом деле у людей тупо кончились деньги. Вот эти вот денежные запасы, они так ничтожны в среднем у населения, то есть у кого-то там, конечно, предпрятано сколько-то миллионов, а у людей обычно не более полузарплаты отложены. То есть это абсолютно закономерно, и мы, наверное, еще будем наблюдать спад спроса и всякие вот такие вот перверсии в области торговли. Также Гусев сообщил нам, что полностью закрыто 143 торговых центра, это четверть от всех, которые есть в Башкирии, и работают частично 443, это те, в которые содержат продуктовые магазины, супермаркеты, аптеки и зоомагазины. Всего у нас оказывается 586 торговых центров Республики Башкортостан. В дополнение к вопросу о продуктовой безопасности с места выступил представитель Федеральной антимонопольной службы в Республике Хомяков Андрей Николаевич, который, помимо достаточно бессмысленной информации, которую он выдал, дал одну очень интересную информацию, которая меня лично встревожила и прямо как бы дернула. Он сообщил, что правительство Российской Федерации сейчас рассматривает сценарий фиксации цен на наиболее острый период кризиса. Причем Хомяков сказал, что этот кризис касается не только коронавируса, а кризиса вообще. Мы стремительным образом возвращаемся к сценарию регулирования цен на всевозможные продукты первой необходимости, как это было в военное время, как это было в Советском Союзе некоторое время, практически всегда, кстати. Зафиксирует вот сейчас 20 копеек на хлеб, и будем покупать хлеб по 20 копеек. И там сахар еще будет по 50 копеек, и мороженка по 20. И вот наступит это советское счастье, к которому, собственно, так долго и упорно стремился Путин, по которому он очень сильно страдал и скучал. Напомню, что именно распад Советского Союза Путин назвал в свое время самой большой геополитической катастрофе 20 века, вовсе там ни войну, ни Хиросиму, ни Голодомор, а вот именно вот это вот расставание с советской властью. Вот это меня очень насторожило, история, которую сказал Хомяков о том, что там правительство будет контролировать цены, но тогда уже до свидания вообще рыночная экономика, то есть никакого бизнеса, никакой, значит, коммерции у нас не будет, у нас будет только продмагия. Видимо, поняв, что оперативка становится мрачной и пугающей, Хабиров решил немножко разбавить веселым и выпустил на арену своего дежурного клоуна. Я говорю о выступлении Ахмадинурова Рустема Маратовича, который сделал сообщение о работе единого колл-центра при исполкоме «Единой России» и оказании поддержки партии гражданам в возрасте старше 65 лет. Я уже приготовился, значит, посмеяться, повеселиться, что же нам расскажет такого хорошего и интересного господина Ахмадинурова. Он вообще человек позитивный, веселый такой, дурковатый, значит, ну вот реально на своем месте находится. Но Ахмадинуров начал с каких-то глобальных вещей, совершенно фантастических. Оказывается, колл-центр «Единой России» намерен координировать взаимодействие 12 ведомств правительства Республики Башкортостан. Вот тут я уже, конечно, шапку снял и присел, потому что, ну как, это вам уже не шутки. Зачем нам правительство? Зачем нам аппарат правительства и всевозможные вице-премьеры, и вообще система руководства, и вот попытки выстроить там системные подходы в правительстве? У нас есть колл-центр «Единой России». Он вполне в состоянии, судя по заявлениям господина Ахмадинурова, он в состоянии координировать 12 ведомств, 12 министерств. Вы поняли, да? Ахмадинуров даже не держит в тайне, кто же эти гении, которые, ну вообще, сотрудничают и работают внутри этого колл-центра, и кто же будет координировать теперь наше правительство. Так вот, Ахмадинуров нам рассказывает о том, что это сотрудники исполкома «Единой России», а также помощники депутатов. В госсобрании. Ну, мы помним, да, что, например, среди помощников депутатов госсобрания, особенно в КПРФ, есть люди, судимые за убийство, есть, значит, откровенные мошенники, которых ловят там сейчас полиции, разыскивают и так далее, да? То есть, вот, видимо, вот этих вот людей, они наняли работать в колл-центр, и, соответственно, они будут координировать 12 ведомств в правительстве. В общем, я не дождался веселого выступления Ахмадинурова, он нам рассказал еще более страшные вещи. Собственно, надо, конечно, отдать должное Хабирову, в том смысле, что вот его реакция была, прямо скажем, трезвой. Во-первых, он не дал договорить Ахмадинурову, и, поморщившись, он его прервал и сказал, «Вы лучше не массы берите», сказал Хабиров, «а отрабатывайте каждый конкретный случай. Лучше помогите 10-20 людям, чем веером пройдете и в говорильню превратите». Конец цитаты. Ну, судя по всему, Хабиров действительно очень хорошо знает и Ахмадинурова, и сущность партии «Единая Россия», потому что он, в общем-то, абсолютно правильно, достоверно и, на мой взгляд, очень объективно оценил перспективы работы Ахмадинурова. Действительно, ну, что бы ни делала партия «Единая Россия», особенно под руководством Рустама Маратовича, это все превращается в говорильный фарс. Наверное, Хабиров тоже ошибся, он тоже думал, что станет немножко веселее на оперативке, но не стало веселее, а стало как-то даже противнее, если честно, после выступления Ахмадинурова. Потому перейдем к следующему вопросу. Восьмым вопросом оперативки был вопрос о производстве средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в РБ. Ну, это то, о чем я говорил в отношении Ленар Хакимовны. Помним, да, что в Башкирии невозможно купить маски, невозможно купить санитайзеры, отсутствуют эти вот гели спиртовые. Я уже не говорю о специальных медицинских дезинфицирующих средствах. Доклад на эту тему делал Шельдяев Александр Николаевич, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан. Он сообщил, что 38 предприятий неустанно шьют маски в Республике и уже справились с задачей, поставленной дорогим руководителем, пошить 50 тысяч масок в день. Ну, напомню, это 50 тысяч, это мощность маленького китайского предприятия, которое в день выпускает примерно столько, но в Башкирии для этого понадобилось 38 предприятий. План, который поставил себе господин Шельдяев, в 63 тысячи масок в день. Реализуются эти маски исключительно через Башформацию. Я не знаю, с чем связана подобная монополизация этих процессов, но, наверное, сидящий в зале правительства, господин, как его там по фамилии не помню, но, в общем, руководитель ФАСА, он, наверное, тоже обратил внимание на эту историю, почему же только одно предприятие имеет право реализовывать эти маски. Шельдяев сообщил информацию, несколько противоречивающую той, которую сообщал Забелин, 200 тысяч масок 27-го числа поступили в розничную сеть, и 61 тысячу масок он безвозмездно, как и указывал дорогой Ради Фаридович, передал в МВД. Значит, обещает Шельдяев произвести до 3 апреля еще 1 миллион 600 тысяч масок. Золотая жила найдена. В общем, производство наращивается. Это вам не автомобили делать. Тряпки с веревками сшивать вместе. Сшито Шельдяевым 250 защитных костюмов, пробная партия, а еще он сошьет 6 тысяч этих костюмов. Ну, непонятно, что за костюмы, где они будут сертифицироваться. Также Шельдяев нам пообещал в кратчайшие сроки организовать производство 150 тысяч флаконов дезинфицирующих средств в месяц, не назвав их емкостью. Ну, ладно. Хабиров в ответ на выступление Шельдяева повелел производить 75 тысяч масок в день. Социалистическое соревнование началось. Также Хабиров повелел мыть улицы городов, Уфу постоянно мыть, и ни с кого не снимается обязанность убирать города, сообщил Хабиров. Напомню, что дни чистоты Беляев отменил собственным постановлением, но, видимо, услышав наше предположение о том, что вот эти дни чистоты могут стать еще и массовыми мероприятиями, на которых будут люди заражаться. Далее Хабиров вызвал по селектору Мустафина, который вовсе не находится в карантине, в котором должен находиться по прибытии из Израиля. Мустафин рассказал, что он предпринимает титанические усилия по закрытию парков и скверов, в которых безобразным образом отдыхают жители Уфы. Вот эти меры, которые они выдумывают на ходу, они так хаотичны и так непонятны, что вот к чему это все приведет, непонятно. Потому что, например, в Челябинске закрывают детские площадки. Как сообщают мне мои знакомые и друзья из Челябинска. А вот в Уфе закрываются парки. То есть вот этот хаос, он, конечно, налицо. Что поделать? Кто у нас руководит страной, тот и порождает этот хаос. Девятым вопросом оперативки был вопрос о мерах по повышению устойчивости экономики. Делал доклад Муратов Рустам Хамитович. Честно говоря, тоже ничего нового. Все то, что было на прошлой неделе. Три направления. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Обеспечение бесперебойной работы реального сектора. И совершенствование системы управления для принятия оперативных мер по повышению устойчивости экономики. То есть совершенствование самих себя. Из важного я отмечу, что Муратов нам сообщил о создании ситуационного центра, который будет располагаться в Конгресс-холле. Ну, это ситуационный центр именно по вопросам поддержки экономики. Там будут какие-то сидеть комиссии, там будут какие-то, значит, конференции проходить, видимо, в онлайн режиме и так далее. Но Муратову для всех этих мер, вообще для принятия всей этой системы 15-ти миллиардной поддержки экономики, потребуется изменить законодательство. Момент такой немножко скользкий. Только на 23 апреля было запланировано заседание госсобрания. Хабиров сразу на месте повелел госсобранию собраться, значит, не 23-го, а 12-го, предварительно обсудив все вопросы. Вообще вот эта вот манера руководить избираемыми органами из кабинета главы республики, она становится все более отчетливой. Я понимаю, что ситуация экстренная, я понимаю, что ужас-ужас, но простите, кто нас в этот ужас вверг, вот тут бы разобраться, да, потому что по вопросу борьбы с последствиями кризиса, тут нужно самое важное понять, откуда взялся этот кризис. Если кто-то сейчас начнет говорить, что этот кризис, ну, экономический кризис, это последствия коронавируса, так вот, коронавирус еще не накрыл Россию, а у нас уже кризис. Кризис наш, я уже много раз говорил, абсолютно рукотворный. Господин Муратов и правительство республики, и правительство всех регионов сейчас сражаются с последствиями того, что совершил Путин и Сечин в отношении собственной страны, и вот именно эти последствия сейчас будут оккупировать наше правительство. Я им, конечно, очень сочувствую, готов помогать, но не знаю, чем все это закончится. К слову говоря, в вопросе по поддержке экономики слово дали и Бойцовой, она попыталась выступить, значит, повторяя слово в слово то, что говорил Муратов, но Хабиров сразу же ее оборвал и поручил заняться делом, по сути. Он поручил ей заняться активизацией деятельности бизнес-шерифов. Там Бойцова начала что-то там очевидываться про цифры, опять про три направления, типа она тоже там в теме. Но Хабиров уже, по-моему, отчетливо понимает место Бойцовой, ее место, как бы, на самом деле, вот там, в этом клубе сельском, где она должна собирать вот этих вот сельских омбудсменов по экономике и с ними, значит, возиться. Если надо, петь и танцевать. Если нужно, и Шамбайская администрация выделит Бойцовый Баян за 750 тысяч рублей. Далее кратко поговорили о сельском хозяйстве. И даже практически не было выступления министра, хотя он там пытался что-то векать с места. Но самым важным было то, что Хабиров поставил задачу, значит, в сельскохозяйственном секторе полностью отработать то, что было запланировано. То есть он параллельно поручил правительству на 100% выполнить все обязательства по проектам, программам, связанным с сельским хозяйством, имеется в виду субсидирование, всевозможное финансирование и так далее. Но в ответ он потребовал от Фазрахманова успеха в сельском хозяйстве в 2020 году. Потому что Хабиров полагает, что, ну, как он сам и сказал, что именно осенью страну накроют самым медным тазом. И успех в сельском хозяйстве, ну, каким-то образом будет способствовать тому, чтобы экономика региона не развалилась совсем. Ну, очевидно, что Хабиров знает что-то и не говорит нам. То есть вот это его постоянная паника и вот этот вот страх перед там надвигающимся экономическим кризисом, он, конечно, становится все более отчетливым, чего не скажешь о его беззаботных подчиненных. Эти веселые клоуны, они все время занимаются своими нормальными такими бытовыми делами. Один там здесь денежку рубит, там один, значит, пилит там санаторий, второй там, значит, перепродает маски, третий там занимается еще какими-нибудь поставками. А вот Хабиров, он беспокоится об экономике республики. Одиннадцатый вопрос был посвящен, как ни странно, акции «Зеленая Башкирия». Ну, я вообще растерялся, когда услышал, что вот сейчас они это будут обсуждать на оперативке. Оперативка была чудовищно длинной, она длилась два часа. И вот все равно втолкнули в нее вот этот вопрос «Акция «Зеленая Башкирия». Хабиров, прежде чем дать слово Беляеву, который отчитывался по подготовке этой акции, сказал, процитирую, чтобы вы понимали всю глубину ужаса, который вообще-то должен нас обуять, когда мы это услышим. «Эту любимую нашими жителями акцию будем проводить», воскликнул Хабиров. «Дай бог, все-таки не так все катастрофично будет». Конец цитаты. Что имел в виду Хабиров насчет катастрофичной, я так и не понял. Судя по всему, речь идет о последствиях того, что люди на этой акции перезаражают друг друга, ну и кто-то наверняка даже отдаст концы, но позвольте, какая «Зеленая Башкирия»? Сейчас я вам процитирую Беляева, чтобы вы вспомнили, что это было в прошлом году. Так вот, Беляев сообщил, что в прошлом году в этой акции одномоментно приняли участие 300 тысяч участников. То есть, 300 тысяч человек выйдут, пойдут куда-то и вместе там будут чего-то делать в момент того, что в стране развернулась пандемия, когда людям запрещают выходить на улицу. Ну, вот тут, честно говоря, мой разум, ну, не смог охватить замыслом вот этих вот начальников страны и республики, но они продолжали. Вот процитирую дословно Беляева. На акции жители приходили семьями и приняли участие пожилые жители республики Башкортостан. Конец цитаты. Значит, Беляев предлагает провести эту акцию 25 апреля. То есть, через три недели в самый разгар эпидемии, то есть, у нас, напомню, еще не начался разворачиваться вот этот процесс и, скорее всего, через три недели мы будем где-то находиться в эпицентре вот этих событий. Хабиров прокомментировал следующим образом. Мы не знаем, что будет в плане коронавируса 25 апреля, но мы все равно акцию будем проводить. Это вот дословно он цитирует Хабирова. Не надо много народу собирать и санитарные предписания нужно исполнить больше силами УЖХ. Беляев ответил, что в этот раз он планирует собрать не 300 тысяч участников, а 152 тысячи участников и посадить 132 тысячи деревьев. Ну, это какой-то вообще, ну, абсолютно адский ад. То есть, я не знаю даже, как это комментировать. То есть, люди сидят, обсуждают то, что на страну надвигается пандемия. У них в республике нету там санитарных средств, у них нет повязок, у них недостаточно коек. Они там, значит, экстренно строят за городом какой-то гигантский, значит, госпиталь и прочее, и прочее. И одновременно с этим через три недели эти же самые люди планируют собрать 152 тысячи людей для какого-то, значит, увеселительного, любимого жителями мероприятия. Ну, в общем, я не знаю, кому там конкретно нужна срочная медицинская помощь, но точно как бы не те тесты провели в правительстве. И тут вот буквально в процессе обсуждения вот этого вопроса по Зеленой Башкирии Хабиров внезапно сообщает, что пришло сообщение из правительства Российской Федерации с рекомендациями о полной самоизоляции для всех граждан Российской Федерации. Ну, то есть он объявил тут же экстренное собрание по селектору всех глав и так далее, и так далее. Слава Богу, наверное, все-таки реальность остановит этих любителей зеленых насаждений. Это все не состоится, ну, потому что действительно просто, ну, тупо опасно для людей собираться на эту зеленую Башкирию, да и на всякие эти дни чистоты и так далее. Реальность меняется так стремительно, что мы за ней не поспеваем. Действительно, вот уже с вечера 31 марта в Башкирии и в Уфе будет, видимо, объявлен режим полной самоизоляции граждан. Это значит, что нам нельзя будет выходить из дома без необходимости и выходить можно будет только с пропусками. Какие-то там в Москве вводят QR-коды. Я не знаю, заставят ли нам нашить спереди и сзади на одежду желтые QR-коды чтобы мы были все время в поле видимости полицаев. Нет, я не знаю, до чего дойдет это безумие, но с собакой можно будет гулять недалее 100 метров от дома. Все, кто могут себе это позволить, понимая, как будут выглядеть дворы в итоге. Не знаю, как это все будет развиваться, не знаю, что будет с продуктами, ценами и доходами, но знаю, что единственной панацеей в подобных ситуациях вообще в истории всегда и теперь является сплоченное существование людей в своих социумных сообществах, в своих семьях. Постарайтесь быть бдительными, употребляйте алкоголь только для протирания рук и поверхностей, не ждите ничего хорошего от наших властей, не потому, что они негодяи, а они негодяи, а потому, что они на самом деле в первую очередь неумехи. Понимаете, эти товарищи нам просто не в состоянии помочь. Ну и естественно еще у них там есть много других пороков, но вот это их главный порок. Они не могут нам помочь, потому что не знают как. Очевидно, что в России спасение утопающих дело рук самих утопающих, так было всегда и так будет теперь. Только наша бдительность, только наша последовательность спасет нас от катастрофических последствий в этой стране и менять эту страну тоже только нам. Будьте здоровы, не болейте, мы постараемся быть в своем режиме, может быть даже что-то дополнительное будем писать, если будет очень скучно или будет что-то происходить экстренное. Спасибо.